Мы думали, что будет все хорошо, все будет нормально. Легли спать. И это было точное время 10 минут, без 10-12, когда началась стрельба Градом. Мы добежали до первого этажа, кое-как не успели одеться, естественно. И даже в бункер не успели залезть. Настолько была, так сильно стрельба шла. У нас было пятеро человек, ну женщин пятеро было, и мужчина один. Мы сели в машину ихнюю и выехали оттуда, выехав оттуда, в разницу пять минут на дом упал снаряд и сгорит. То есть через пять минут просто? Да. Мы доехали до края села. Там один корпус тоже полуразваленный. Вот в этот же подвал мы залезли туда. В подвал? Да, в подвал. Тогда он еще был не разваленный? Не, не разваленный, это было под утро, когда вот корпус пострадал. Нас там было около 20 человек. Мы даже узнали, вот когда корпус забрушился, вот краю корпуса. И утром в пять, в полпятого к нам из селения прибежал один мужчина и говорит, что вы здесь делаете, бегите куда можете, как можете, потому что, говорят, грузины уже в селе, танки, говорят, их не уже, ну здесь, а вот в центре, говорит. Вот это было очень страшно. Такое первое ощущение было то, что вот уже в селе, естественно, никого нету, и всех поубивали. Такое страшное ощущение этого. Вокруг горят поля, вырвались снаряды, наша машина была в осколках, мы бежали все, в одну машину сели семеро, вот, и выехали. Доехав до села Джава, мы остановились, поскольку вот сюда уже двигалась российская колония. И над нами вскружили, ну, над нами летели самолеты, мы радовались, так что вот русские самолеты, будет все хорошо, все будет окей, ведут город и все будет нормально. Они два раза вот пролетели над нами, третий раз занизили полет и обстреляли нас два раза. Вот, как нас, беженцев, так и российскую колонну, технику. Да, это были грузинские авиации, они хотели взорвать мусс, так можно сказать. Там были и пострадавшие, мы все это видели. Ужас. Это было какого числа? Это было восьмого. То есть грузинская авиация обстреляла колонну беженцев и российскую? Да, такой кошмар, не знаю, как передать словами. Где-то в пять часов вечера, когда в какой-то момент обстрель города стихла, я выехал на своей личной автомашине в город осмотреться. Это был ужас. Город был в руинах, дома горели, там люди ходили, там везде валялись, по улице, на улицах. А потом на работу вернулся и остались там ночевать. Ну, утром, 9-го числа, я уже 19-го, хотел проводить дом, посмотреть, как там все. Я побоялся ехать по дороге, думал, что, может, там дорога заминирована. И поехал по объездной дороге. В моей машине начали стрелять грузины. Я пока не сообразил, говорю, что такое. Когда увиделся потом, на ходу с машины выскочил. И хотел сбежать, но там невозможно было. Там было человеке-то 500. Это они в кладбище осели. Ну, там меня арестовали, у меня был табельный пистолет. А, ты, гурт-полковник, и давай автоматом. Пока по голове, потом по почкам, потом стволом в ребра. Били, как могли. И в тот момент уже появились российские танки со северной страны села Хитокурова. И они испугались. И в суматохе нас довезли до Вневи. И там обработали, как положено. То есть, как. Били по всем путям. Если упал, не встал ногами. Встал опять ногами. Ну, били. Зверская, я не знаю, как это назвать. Даже там меня спрашивали. Ты говоришь, чей полковник? Русский или грузинский? Я говорю, астрийский полковник. Работаю в астрийской милиции. Это еще их взбесило больше всего. И приказом начали бить. Руки, ноги. Хотели стоматься. Ноги, но не спочталось. И почему-то, когда мне ударили руку, то у меня рука, рука не мела. И на сегодняшний день не работают. А вот те, кто вас избивал, это были просто военнослужащие грузинской армии? Они на первый шалон пустили призывников, пацанок. А вторым шалон, у них шли, видимо, резервисты. Или как их назовет, или контракты. И они нас обработали. А вот резервисты, конечно. Они обработали нас, да. И там я заметил, очень много иностранных граждан в форме. Там негры были даже. Прибал-таки были снайпера. С Украины были бойцы. Когда нас взяли, хорошо с нами разговаривали. Все отлично. А когда уже в горе, я уже думал, что полицейский участок или что, нас уже убить не будут. Но они сильнее видны. Полицейские избивали? Они звери. У меня челюсть ребра сломаны. Челюсть сломаны, ребра сломаны? Да, да. Били руками, ногами или прикладами, чем придется. Все. Все, все. Руки попадут. Прикладами. Будет прикладами больше. И вот им каска. И касками. И как бы вот просто ни за что, да? То есть не... За то, что я с этим... Ох, не могу. Пока. Все. Пока. Пока. Продолжение следует...